Слонихи Джена Магда понимают команды только по-польски. Еще в 70-х они начали цирковую карьеру в Варшаве, а продолжили в российском цирке и кино. Например, сыграли главную роль в фильме «Слон» вместе с Сергеем Шнуровым. Знакомиться с такими выдающимися артистками поближе дети сначала боялись. Но добрый нрав животных сразу расположил к себе даже самых замкнутых. Мы никогда не допускали такого, чтобы человек как-то мог обидеть слона, что-то сделать плохое. Поэтому с людьми они всегда дружат, всегда идут на контакт, всегда им даже это нравится. Они там как-то балуются, обнимают, могут взять на хобот покачать. Тесно пообщаться можно было и с дрессированными пуделями. А после акробатических трюков со скалкой гости вышли на манеж, чтобы почувствовать себя цирковыми артистами. На показательное представление пришли около трех десятков детей с особенностями развития. Ей очень нравится. Очень нравится. Слонов боялась. Боится. К животным боится подходить. А скакалки, конечно, это ее любимое дело. У нее эмоции. Она потом рассказывает. Правда, не сплошным рассказывает, она не может так говорить. Но она вспоминает и хочет еще посещать. Уроки на манеже проводятся для всех детей. И семейных, и из детских домов. И обязательно бесплатно. В силу заболевания того или иного, особенно аутизма, границы этого мира достаточно сужены. И определенные механизмы запускаются в организме детей, которые позволяют им потом где-то лучше учиться, где-то лучше воспринимать информацию. Представления для детей с ментальными и физическими ограничениями здоровья стартовали в 2011-м в Ярославле. Сейчас уроки на манеже проводятся практически во всех цирках России. Евгения Нагорская, Николай Андреянов. Дон-24. Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону.